Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. В первой главе Иисуса Навина нам даны три указания, как жить в успехе, данном нам Богом. Обратите внимание, заложенный в нас успех не начнет господствовать в нашей жизни автоматически. Мы должны Ему сдаться, на Него откликнуться. Как же нам сдаться этому успеху, ответить Богу, живущему в нас? Первое. Сия книга закона. Важно, как мы обращаемся с этой книгой. Важно, насколько мы почитаем эту книгу, как ничто другое, с чем мы соприкасаемся в жизни. С этой книгой несравнимо ничто в жизни. Аминь. Сия книга – это жизнь Божья. Сия книга – это мысли Божьи. Сия книга – это Божий план для человечества. Вы нигде больше не найдете того, что содержится в этой книге для нашей жизни. И нам нужно обращаться с этой книгой и подходить к ней, как к словам самого Бога. Сия книга – это Бог, говорящий с нами. Мы никогда не сможем насладиться успехом, данным нам Иисусом, пока не осознаем, что слово – это Бог, говорящий со мной. Это Его разговор со мной. Он говорит со мной, направляет меня. Это не просто книга. Это слова моего Отца для моей жизни. Сия книга закона. Заметьте, да не отходит от уст твоих. Как разделить успех, данный нам Иисусом? Взять слова, которые Он говорит, вложить их в свои уста и тоже их говорить. Нам дано это право. Я говорю, нам дано это право. В каждом слове Бога присутствует сила для того, чтобы привести это слово в исполнение. В каждом слове Бога прибывает Его сила, чтобы привести это слово в исполнение. Что это значит? Позвольте мне это сформулировать. В первой главе книги «Бытие» мы видим сотворение. И в расширенном переводе написано «Дух Святой парил над водой». Когда земля была безвидна и пуста, Дух Божий над ней парил. Что делал Дух Святой? Он присутствовал. Для чего Он присутствовал? Чтобы исполнить. Чтобы исполнить то, что говорит Бог. Итак, Он был в ожидании. В ожидании. Знаете ли вы, что Дух Святой присутствует в вас, и Он парит над ситуациями вашей жизни. Он парит над ситуациями вашей жизни в ожидании. Чего Он ждет? Он ждет, чтобы услышать слова Божьи, которые Он сможет исполнить. Он не исполняет слова человека. Он исполняет только Божьи слова. И когда мы вкладываем Божьи слова в свои уста, Он исполняет слова, которые выходят из наших уст. Он не занимается исполнением человеческих слов. У Него одна цель – исполнить слова Бога. Итак, Он парил над землей в ожидании услышать слово. И Бог сказал, «Да будет свет». В оригинале «свет будь». Когда Он сказал «свет будь», в этих словах была сила для их исполнения. Когда Он сказал «свет будь» и стал свет. Почему? Потому что есть сила в Слове Божьем, чтобы исполнить то, что Оно говорит. Поэтому, когда вы говорите «ранами Его я исцелился», есть сила в этих словах, чтобы исполнить ваше исцеление. Когда вы говорите «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом», в этих словах есть сила, чтобы это исполнить. И Дух Святой приводит это в исполнение. Вы понимаете? Итак, когда сказано «Да не отходит сия книга закона от уст твоих», нам так важно понять, что исполнятся именно слова в наших устах. Если мы их не скажем, они не исполнятся. Дух Святой не исполняет то, что мы придумываем. Он исполняет то, что говорит Бог. И чем ближе наши слова к тому, что говорит Бог, тем больше Дух Святой может исполнить в нашей жизни. Именно поэтому Он говорит «Никогда не позвольте этим словам уйти и покинуть ваши уста. Храните их в своих устах постоянно, потому что тогда вы позволите Духу Святому постоянно их исполнять». Для вас. Аминь. Аллилуйя. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Давайте возьмем для примера два утверждения. Первое. «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». А второе. «Я не знаю, откуда взять деньги». Оба утверждения исполнятся. Но не оба исполнит Дух Святой. Слова, которые соответствуют тому, что говорит Бог, исполняет Дух Святой. Слова, которые не соответствуют, дьявол поможет исполнить. Поэтому, выбирая между двух утверждений, решите, исполнение чего вы хотите в вашей жизни. Исполнение чего вы хотите. «Бог мой восполнит» или «я не знаю, откуда взять деньги». Ведь что мы говорим, то и исполняется. Но не все исполняет Дух Святой. Он исполняет. Он исполняет лишь то, что согласно с тем, что говорит Бог. Значит, остальное исполняет дьявол. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Почему? Потому что эта книга благословит вашу жизнь и приведет вас к успеху. И когда люди говорят, «я просто постоянно терплю неудачи, я не знаю, что делать, я не знаю, как изменить направление моей жизни». Перестаньте это говорить, потому что Дух Святой не может это исполнить. Он не будет исполнять неудачи. Вы говорите о неудачах, он не может принять в этом участие, он хочет участвовать. Он был послан на эту землю, чтобы участвовать. И знаете, в чем участвовать? В словах. В словах. И когда мы вкладываем Слово Божье в свои уста, мы даем Ему исполнить слова, которые приведут нас к успеху. Не позвольте им отойти от ваших уст. Не возвращайтесь к словам страха. Не возвращайтесь к словам беспокойства. Не возвращайтесь к словам тревоги. Не возвращайтесь к словам смятения. Дух Святой не может это исполнить. Он здесь только для того, чтобы сотрудничать с Богом. Вы скажете, а я думал, что Он здесь, чтобы сотрудничать со мной. Пока Слово Божье в вашей жизни и в ваших устах, Он сотрудничает с вами на основании того, сколько в вас Слова Божьего. Аминь. Он здесь, чтобы сотрудничать со словами. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Далее Бог говорит нам об одном из способов, как держать это слово постоянно в своих устах. Размышлять, размышлять. Твердить его, говорить его себе. Днем и ночью. Днем и ночью. Почему? Потому что, когда мы о нем размышляем, оно становится в нас живым. Мы переносим его из арены ума в наш дух через размышления. Слово становится для нас реальным, когда мы размышляем о нем. В кровати или за рулем машины мы твердим себе то, что Бог нам уже сказал. В нашей церкви Бог в этом году сказал, что для нас настал новый день. Размышляйте об этом. За рулем машины говорите, «Отец, для меня настал новый день. Я соглашаюсь с этим. Ты сказал, что настал новый день. И я говорю, что настал новый день. И я говорю, что необходимое мне обновление приходит». Вот что такое размышление. Это исповедание, но это также размышление. Когда вы размышляете, вы что-то исповедуете. И вы храните Слово в своих устах. Аминь. Итак, чтобы прийти к успеху, мы, во-первых, должны позаботиться о том, чтобы Слово Божье было в наших устах каждый день, чтобы Духу Святому было, что исполнять каждый день. Затем нам нужно уделять время тому, чтобы размышлять о Слове. Никто не может размышлять за вас. Вы можете сказать, «Ну, мой супруг, моя супруга молится за семью». Это хорошо и правильно, но он или она не может размышлять за вас. Аминь. Нам не только нужно самим молиться, но нам нужно самим размышлять. Почему? Потому что и говорить за нас никто не сможет. Аминь. Если мы хотим прийти к успеху, нам нужно самим говорить. Нам нужно самим размышлять. Нам нужно разбирать Слово, вкладывать его в свои уста, вкладывать его в свои мысли. Размышлять значит вкладывать Слово в свои мысли и делать его предметом своего внимания. Потому что Слово в наших устах не будет работать, если его не будет в нашей умственной жизни. Размышления вкладывают Слово не просто в наши уста, но в наши мысли. Аминь. Размышления о Слове позволяют вам понять, что делать. Не из-за угрозы, а из-за благословения. Бог не угрожает нам, но есть благословение для тех, кто делает то, что Он говорит. Аминь. Размышления не только позволяют перенести Слово из ментальной плоскости в ваш дух, но размышления... размышления расширяют ваш дух. Зачем? Чтобы рука веры была способна взять больше. Размышления дают вам обширность мышления. Чтобы ваше мышление не ограничивало Бога. Как мы можем прийти к успеху, предложенному нам Богом, с ограниченным мышлением? Это была одна из помех, не давших Божьему народу войти в обетованную землю. Они мыслили как рабы, при том, что владели всем. У них было необходимое здоровье. Когда они выходили из Египта, не было среди них болящего. Они вышли с богатствами Египта. У них было все необходимое, чтобы основать нацию. Им недоставало лишь одного – правильного мышления. Они мыслили мелко, они мыслили как рабы. Чему они научились за годы рабства? Они научились жаловаться на своих господ. Они научились роптать. Откуда нам это известно? Потому что так они поступали в пустыне. Они постоянно роптали, жаловались. Почему? Они не изменили свое мышление. Размышления о слове меняют мышление. Не важно, как вас воспитали. Мысли можно изменить. Вы не обязаны повторять мысли, на которых вы были воспитаны. И я имею в виду те, что вас ограничивают. Если что-то в вашем воспитании вас ограничивает, вы не обязаны это повторять. Размышления о слове проводят полную ментальную ревизию. А нам нужно пересмотреть свое мышление. Это и есть обновление ума. Аминь. Итак, чтобы прийти к успеху, нам нужно размышлять о слове. Так мы обновляем ум. Без обновления ума не будет никакого успеха. Провозглашение слова и размышления о слове приведут нас к обновленному уму. Аминь. А теперь я хотела бы поговорить о третьем указании в Иисуса Навина 1.8. Первое указание какое? Хранить слово в устах. Почему? Потому что именно его исполняет Дух Святой. Второе. Размышлять о слове. Почему? Потому что так изменится наше мышление и то, чему мы уделяем внимание. И третье. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Не будет никакого толка, если вы будете говорить слово, размышлять о слове, но при этом не будете действовать в соответствии со словом. Так часто у нас хорошо получается исповедовать слово, но не исполнять его нашими действиями. Исповедание слова не заменит его исполнение. Исповедание слова нужно для того, чтобы мы знали, что нам следует делать. Вера – это действие. Это не просто исповедание. Не поймите меня неправильно. Когда мы исповедуем, мы в какой-то мере действуем. Но наше исповедание должно руководить нами в том, как мы поступаем каждый день. В своих поступках следуйте за Святым Духом. Если вы стоите в вере о том, чтобы что-то произошло в вашей жизни, Дух Святой направит ваши действия, укажет вам, что делать. И Он будет вести вас на основании вашего уровня веры. На основании вашей меры веры. В начале, при рождении, свыше всем нам дана одинаковая мера веры. Но затем мы можем увеличить эту меру веры. Или оставить все как есть. У нас может быть растущая вера. И Дух Святой будет руководить нашими действиями на основании нашей меры веры. Вы понимаете? Поэтому вам не стоит самим решать, как вам поступать. Обращайтесь к Духу Святому, и Он вас направит. За годы служения люди подходили ко мне и говорили, «Врач хочет сделать операцию, но я не хочу операцию». И я отвечала, «Минуточку, никто не хочет операцию». И вам необходимо понять, вы не хотите операцию просто потому, что вы ее не хотите. Или Дух Святой ведет вас не делать операцию. Потому что нельзя просто руководствоваться тем, что вы хотите. Необходимо руководствоваться тем, как вас ведет Дух. И если вы сделаете то, что Он говорит, вы будете благословенны. Даже если в этом направлении или этим путем вы сами не хотите идти. Если вы все равно сделаете то, что Он говорит, ваша жизнь будет благословенна. Аминь. Итак, всегда спрашивайте Духа Святого, как поступить. Позвольте дать вам пример. Много лет назад в библейский центр Рэма приехал один служитель обучать студентов. И я слышала свидетельства об этом. Папа Хеген рассказывал нам, как приехал разъездной служитель и обучал студентов. И Бог сказал ему пожертвовать кому-то свою машину. И он так и сделал. Почему? Потому что Дух Божий сказал это сделать. И когда он это сделал, через пару дней кто-то подошел и подарил ему совершенно новую машину. Видите ли, когда выводимы Духом, вера работает. Когда выводимы своими мыслями, вера не работает. Но когда вы следуете водительству Святого Духа, вера работает. Итак, он отдал свою машину, получил совершенно новую машину, и все студенты услышали об этом. Они хотели новые машины. И многие из них решили, сделаю то, что он сделал, и получу то, что он получил. Но они упустили из виду, что это Дух побудил его так поступить. Дух повел его так поступить. Аминь. И они предприняли действие в попытке принудить Бога дать им что-то. Вы не можете его заставить. Вы можете верить. Но если вы пытаетесь Бога принудить, значит, у вас нет веры. Иначе вы не пытались бы что-то форсировать. И многие студенты стали отдавать свои машины. Но поскольку Дух Святой не говорил им этого делать, им пришлось ходить пешком. И год, полтора года им пришлось ходить пешком, без машины. Они попали в трудности. Почему? Каждый раз, когда мы действуем без водительства Духа, мы попадаем в трудности. Нам всегда нужно следовать за Духом Святым, чтобы не угодить в неприятности. Аминь. Как же нам знать, ведет ли нас Дух Святой? Если в наших устах есть Слово, и мы размышляем о нем, выполняем эти два первых шага, мы будем чувствительны к тому, как нас ведет Дух Святой. Вы понимаете? Именно поэтому действия не упомянуты первыми в Иисуса Навина 1.8. Именно поэтому о действиях не говорится в первую очередь. В первую очередь сказано о Слове Божьем в устах, затем о размышлениях о Слове, и только потом о действиях, потому что тогда ваши действия будут иметь результат. Аминь. В феврале 2014 года Бог проговорил ко мне. Он сказал, что даст мне дом Эми Симпл Макферсон. Он мне это сказал. И как только он мне это сказал, я стала приезжать и сидеть возле этого дома. Когда я не была в разъездах, я практически каждый день сидела перед этим домом и смотрела на него. И я размышляла и говорила с ним. Я повторяла то, что мне сказал Бог. Вот что такое размышление. Повторять. Я смотрела на этот дом и говорила, ты принадлежишь мне. Все деньги на покупку приходят ко мне. Они уже в пути. Ты идешь в мои руки. Что я делала? Я вкладывала Слово в свои уста. Я размышляла о нем. Я выполняла первые два шага, которые Бог дал Иисусу Навину в 1 главе 8 стихе. Я выполняла эти два шага. Я выполняла эти два шага, и только потом, в январе 2015 года, Дух побудил меня сделать предложение владельцам дома. И поймите, его не продавали. А я предложила купить дом, который не продавали. Почему же все получилось? Потому что я выполняла первый и второй шаг, прежде чем перейти к действиям. Когда Дух Божий сказал мне, что это мой дом, я не начала сразу действовать. Я тут же стала вкладывать Слово в свои уста. Я тут же стала размышлять. И благодаря тому, что я в первую очередь вкладывала Слово в свои уста и размышляла, мои действия сработали. Вы понимаете? Не действуйте, чтобы получить веру. Поймите и запомните это. Действия на основании Слова не приносят веру. Вера приходит от слышания. Вам нужно слышать Слово. Вам нужно слышать Слово. Вам нужно слышать Слово. Вкладывая его в свои уста и размышляя о нем, вы слышите Слово. Так приходит вера. И только когда есть полная вера во что-то, Дух поведет вас действовать. Купи этот дом, начни этот бизнес, возьми эту машину, но только после того, как вы выполнили первый и второй шаг. Некоторые люди говорят, это ваша вера не работает. Что они делают? Они пытаются, действуя, заполучить что-то, не сделав Слово своим. Они хотят получить результат, который может принести вера, не предпринимая шаги, которые приводят к успеху. Есть шаги веры, которые приводят к успеху. Слово в ваших устах, размышления о Слове и потом действия. Когда Бог говорит вам Слово через пророчество, оно не исполнится автоматически. Все, что Бог говорит нам в Своем Слове, все, что Бог говорит нам через пророчество, не исполнится автоматически. Оно исполнится только, если мы будем полны того, что Он сказал. Как же наполниться тем, что Он сказал? Вложить это в свои уста, размышлять об этом. а потом, когда мы будем наполнены, последуют действия. И вот, после того, как я смотрела на этот дом, разговаривала с этим домом, говорила этому дому прийти ко мне, в январе 2015 года Дух Божий сказал мне, сделай им предложение. И к середине того года сделка была заключена. Дух никогда не повел бы меня действовать, если бы я не занималась размышлениями, если бы я не вложила это в свои уста, если бы я это не говорила. Бывает, люди говорят, «Дух не указывает мне, что делать», значит, все еще время вкладывать Слово в свои уста и размышлять. Как только вы наполнитесь тем, что Он сказал, вкладывая Слово в свои уста и размышляя о нем, Он скажет вам действовать. Если вы еще не получили указание действовать, значит, Он все еще дает вам время размышлять. Он все еще дает вам время говорить Слово. Бог сказал нам о здании Академии, которую Он приготовил для нас так. Бог нам это сказал. Вы скажете, почему же вы его не купили? Еще не время действовать. Еще не время. Не время. И я знаю, что прежде чем Он скажет мне действовать, нам нужно что-то делать. Нам нужно это говорить. Нам нужно размышлять об этом. Иначе мы оттягиваем то время, когда Он скажет нам, как действовать. Вы можете знать о чем-то в сердце и говорить, «Я знаю, что у Бога есть для меня дом. Почему же это не происходит?» Он ждет, пока вы наполнитесь тем, что Он сказал. Он ждет, чтобы вы вложили это в свои уста и размышляли об этом. Потому что, когда вы будете полны этого, тогда вы нажмете на курок. Тогда вы нажмете на курок действий. Но не спускайте курок, пока не наполнитесь. Аминь. Аллилуйя. Помню, много лет назад я столкнулась с проблемой со здоровьем. И врачи хотели назначить мне лекарства. А я не хотела пить лекарства. И однажды Дух Божий мне сказал, «Пей лекарства». Видите ли, я думала, что это не послушание Богу. Но Дух Божий сказал, «Пей лекарства». А пока принимаешь лекарства, наполняйся. Наполняйся словом исцеления. И добавил, «Когда наполнишься словом исцеления, я скажу тебе, когда перестать пить лекарства». Все настолько просто. Если Бог не сказал нам, как действовать в соответствии с тем, о чем мы верим, значит, Он все еще дает нам время наполняться, вкладывая слово в свои уста и размышляя о нем. Всегда будьте водимы Духом Святым в своих действиях, потому что тогда вы добьетесь успеха. Аминь. Итак, какие три шага Бог дал Иисусу Навину? Первый. Храни слово в своих устах. Второй. Размышляй о слове. Третий. И только тогда действуй. Тогда действуй. Аминь. Аллилуйя. Слово всегда работает. Аллилуйя. 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok